Валентина Владимировича Галузина 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 Ну, больше чуть-чуть, чем к остальным. И я всегда, и когда я был студентом, а он начал преподавать именно тогда, когда я стал студентом, и всегда чувствовал какое-то особое расположение. При встрече у нас была достаточно разница в возрасте, но ее как бы не ощущалось. Он всегда ощущал его как просто хорошего старшего товарища. Всегда найдет какое-то ободряющее слово, всегда он улыбался, всегда какой-то, трудно его представить в каком-то мрачном состоянии или в состоянии какого-то гнева. Невероятная доброта. И, конечно, если говорить о последних годах его, то вот эта связь с заводом музыкальных инструментов и то, что благодаря именно ему сейчас наш уже бывший ленинградский завод является конкурентоспособным предприятием по производству музыкальных инструментов, и конкретно ТУБ. Это его большая заслуга, потому что он объездил весь мир, он опробовал во всех странах инструменты всех фирм, и, конечно, при его участии вот эта новая модель ТУБы, она уже, можно сказать, довели ее до таких мировых стандартов. И в этом его заслуга совершенно неоценена. Все ТУБисты настоящего времени действующие – это все его ученики. И в Мариинском театре, и в заслуженном коллективе филармонии, и во втором составе филармонии, естественно, сидят все его ученики. Иначе и быть не надо. Потому что ведь до него, до него, до колостубы преподавали тромбонисты в основном. Борис Иванович Анисимов, когда пришел Валентин Владимирович преподавать в консерваторию, с него, можно сказать, и начался именно по-настоящему профессиональное обучение им ТУБистов. Конечно, вспоминается в первую очередь, когда мы были студентами, или потом, когда мы приходили на кафедральные концерты, то вспоминается концерт квартетов группы тромбонов, возглавляя Микола Кима Алексеевича Козловым, и когда партию ТУБа играл Галузин. Это что касается консерваторских концертов, кафедральных таких, несколько раз я был свидетелем, особенно, скажем, Чикона Баха и прочее переложение, когда сидит группа тромбонов, Козлов, Венгловский, Виноградов и ТУБа Галузин. Это, конечно, была великая группа. Ну и, а что касается посещений концертов филармонии, и именно конкретно концертов с Евгением Саевичем Равинским, конечно, всегда вот те же тромбонисты сидели. Козлов, Виноградов, Естушенко, Венгловский, Галузин. Всех их прекрасно помню, помню эти концерты, и, конечно, звучание той группы было совершенно феноменально, особенно в концертах Равинского. Но, надо сказать, Мравинский ценил и любил каждого из этих музыкантов, и, конечно, Валентин Владимирович пользовался и расположением, и большим расположением Евгения Саевича Равинского. Когда меня Юрий Андреевич Большоянов пригласил в качестве своего ассистента, тогда мне приходилось бывать и на экзаменах, приходилось бывать и на заседаниях кафедры. И, конечно, вообще вспоминая то сообщество духовиков, в которое Валентин Владимирович входил, как говорится, в полной мере, это Виталий Михайлович Буйновский, Юрий Андреевич Большоянов, Виталий Михайлович Маргорий, Виктор Васильевич Сумеркин, Галузин. Это такая когорта, это была такая мощная кафедра, каждый из членов которой был замечательной личностью, и Галузин с полным правом ходил. Хотя он был помоложе вот этих перечисленных метров, но его принимали совершенно за равного, и он действительно был, как говорится, достоин вот этого сообщества, таких маститых профессоров. И, конечно, я на первых парах, он все время меня подбадрил. Если мой ученик играл как-то неважно где-то на концерте, экзамене, он всегда находил слова, утешал, да нет, в следующий раз получится, ты все правильно делал, поэтому всегда находил какие-то слова поддержки. И, конечно, когда я уже в полной мере приступил к работе в консерваторию, к сожалению, так сложилось, что в мае 2004 года умер мой педагог Юрий Андреевич Большоянов, профессор, и казалось, и я уже знал, что я с сентября заступаю на эту должность, заменяя его, иду, и, конечно, думал, что поработаю в коллективе вместе с Владимиром Владимировичем, но в августе скоропостижно умирает, и нам в полной мере потом не будем разбирать. Субтитры создавал DimaTorzok